спасибо добрый вечер всем сегодня я расскажу вам о патентном поиске в первую очередь о поиске торговых знаков очень часто ситуация когда люди покупают какой-то товар и начинает им торговать еще чаще ситуация когда человек уже торгует под своим брендом после него есть но не зарегистрирован торговый знак ему приходит письмо о том что он нарушает права интеллектуальной собственность то есть человек начал работать не проверим товар у него уже есть он его уже продает и тут ему приходит письмо счастья так называем в этом заключается вся его скажем так изначальная ошибка потому что прежде чем начинать торговать чем-то нужно проверить во-первых торговый знак во-вторых патентную частоту так называем то есть если патент если производители в этой стране если производите зарегистрировали торговый знак китай зарегистрировали торговый знак в сша сколько я понимаю на амазоне всех больше интересует все таки сша и я постараюсь вам объяснить вкратце принципы выбора торгового знака что не регистрируется под торговый знак первую очередь расскажу вам что то что они то что они не регистрировали я покажу вам краткий список причина те торговые знаки которые вообще не могут быть зарегистрированы для начала вот их не предупреждение после поиска в базе вы должны даже если вы ничего не нашли это не значит что все в порядке вы должны понять что после заполнения регистрации из потом выполнить свой собственный поиск по которому они могут вам отказать торговый знак может быть отказом по причине его подобие допустим есть всем известный а может быть написано попал одна буква не является причиной для регистрации торгового знака должна быть минимум две три буквы это раз разница два звучание есть такое понятие как фонетическое подобие если вы пишете примером по-английски т-шорт и т-шорт звучит оно одинаково то есть ваш торговый знак т-шорт будет отказом ему будет отказано в регистрации само юспото пишет как рекомендацию что они не предлагают никаких консультаций по поводу того что можно ли зарегистрировать данный торговый знак или нет они могут только выполнить поиск предварительно только потом во время экспертизы они примут решение вся процедура длится около 7 месяцев еще есть скажем так такой подводный камень допустим джон работает в штате юта будет там шесть месяцев на шестой месяц он регистрирует торговый знак статьи юта через еще через три месяца он решает его зарегистрировать на федеральном уровне полностью во всех штатах в этот момент эта заявка появляется скажем так она может появиться поиски но дата его регистрации три месяца назад у него есть приоритет вы подаете выпадали сегодня его заявка появилась тоже сегодня но но у него приоритет на три месяца раньше то есть в вашей заявке будет отказано на основании его приоритет здесь опять же нужно проверить разницу между доменным именем и с торговым знаком то есть когда вы проверяете когда вы ищете себе название для сайта так называемое доменное имя к меру вот в зоне к вам сразу же дают ответ apple занят это сто процентов торговым знаком кого никогда не бывает потому что еще раз может всплыть торговый знак с приоритетом либо подобных сам эксперт юс потом будет определять в течение 7 месяцев кучу похожих знаков по звуку по картинке по двум трам буквам различия также очень важный момент в соединенных штатах есть такая практика торговые знаки могут быть похожи в разных классах тогда они прекрасно работают и у того и у этого есть своя защита но если два торговых знака могут встретиться скажем так магазине на одной торговой на одной полке к примеру это может быть фильтр и фильтр для воды и моющие средства принципе в магазине они могут встретить здесь уже на усмотрение эксперта как он посчитает насколько они похожи здесь пример может быть я не самый удачный выбрал давайте выберем такой пример майка и шот на обоих из них написано к примеру самый простой пример майка и шорты естественно встречается в магазине на одной полке второму первыми была майка с сейполом им разрешат шортом и позже подали критер выдачу будет стопроцентный отказ то есть запомните принцип встречи товаров на одной полке либо где-то в одной торговой зоне их может увидеть покупать также предупреждаю такси платится только за подачу и и не возвращаются после отказа или после то есть такси вы платите только за подачу и экспертизу в любом случае положительный или отрицательный результат они такси не возвращают также могут быть еще основные причины отказа то есть это вот стопроцентная причина отказа к примеру вы регистрируете торговый знак по маслу обычное масло сливочное и вы хотите зарегистрировать торговый знак масло 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 это самый яркий пример нельзя выбрать торговый знак масло потому что он описатель или для сахара сладко это стопроцентный отказ потому что он описать такие отказы называются как описывающие ингредиент качество или характеристику функцию может быть свойства может быть какое-то специфическое свойство табака или услуги нас первую очередь товар то есть нельзя опять же этот принцип масло масляное нужно обязательно запомнить это стопроцентный отказ также отказываются географические названия стопроцентно допустим все вот тут ли что в россии в странах сангле шампанское называется шампанское мы это воспринимаем как что-то само собой разумеет во франции шампанское только шампань из провинции шампань в странах румынии европы шампань только из провинции шампань просто шампанского там нет там находят другие названия писательную допустим вино газировано также стопроцентный отказ происходит по причине если проверяющий вот цитата проверяющий эксперт откажет в регистрации торгового знака если периодичное значение для покупателя является фамилией здесь имеется ввиду что то наподобие майкл джексон или вы являетесь джорджом джексоном хотите на себя зарегистрировать торговый знак джексон будет отказ также отказываются торговые знаки которых есть какой-либо орнамент просто 1 то есть 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 логотип и он выражен к примеру простой рамки зернами это стопроцентный отказ в логотипе должно быть какой-то объект подчеркивание форма сам логотип буквы торговый знак словами описаны вот это вот основные причины отказ давайте возьмем простой пример примеру вы работаете на рынке под марку под маркой акватрон сейчас я вам покажу пример поиска акватрон то есть принципе на данный момент я вам покажу результаты поиска который вы торгуете фильтром для пылесоса торгуете под торговым знаком акватрон прошли бренд регистры на обозоне но торговый знак не проверяет и не регистрирует вот у нас сейчас яркая ситуация мы проверяем марку акватрон смотрим сразу же мы будем проверять ее на разные вариации этого патрон простой запрос пьет на акватрон раздел 6 позиций из которых справа мы видим нас интересует только живые тем у которых есть защита вот эти вот торговые знаки будут нашими конкурентами в принципе они уже зарегистрированы и для торгового знака акватрон будет отказ если эти два торгового знака которые живые будут в той же нише то есть вы продаете фильтры если хотя бы один из них будет с фильтром вам будет отказ сто процентов теперь вернемся к поиска в базе акватрон здесь уже побольше смотрим до конца получаем 35 подобных по которым тоже будет отказ если опять же они будут на этой полке товар это тоже стопроцентный отказ смотрим дальше допустим вот мы нашли нашего конкурента который уже зарегистрировал торговый знак а мы все еще торгуем под бренд регистры на амазоне а у него уже идет регистрация то есть в данный момент он имеет право вас предупредить по закону что так что я подал на регистрацию торговый знак акватрон у вас по закону есть время чтобы закончить торговый это как бы так принято предупреждать что в принципе на практике не всегда происходит обычно сразу же предъявляются претензии претензии его претензии в принципе будет действительно только тогда да он получит положительное решение о регистрации вот у него идет вот он только зарегистрирован но еще не получил решение пока он не получил решение его претензии принципе не закон амазон я сомневаюсь что amazon будет в этом разбираться но юридически это так дальше мы смотрим кто зарегистрировал то хозяин данного бренда вот здесь вот есть смотрим хозяин из швейцарии компания aquavoz вы помните это название мы еще к нему вернемся то есть по данному названию можно будет поверить кто является вашим конкурентом насколько это серьезная компания если у нее подобные товары если у него патенты патент является самым высшим уровнем защиты то есть при наличии патента вам заблокируют даже ввоз товар в страну также даже возможно блокировать просто пропуск товара как дальше мы идем опять возвращаемся к сложностям поиска пример мы предоставим также в поиске список ваших конкурентов допустим до фильтра и марки акватрон мы находим 59 тысяч четыреста семь восемь конкурентов зарегистрированы торговыми марка у них марка не акватрон но они в этой нише работать с фильтрами для пылесоса допустим мы находим берем первого папа это зарегистрированный бренд он точно также может появиться на амазоне и начать торговать тем же самым товаром что и вы как это делается на амазоне мы вот забиваем посок поиск касса вакуумс и получаем вот здесь вот вторая позиция его товар смотрим ниже вот его касса вакуумс вот здесь естественно больше я показал просто вот он касса вакуумс него фильм то есть вы видите какая ситуация на рынке и то с кем он придется конкурировать также можете посмотреть конкурирующий продукт если делается дополнительно поиск на патент то вы еще и заранее увидите что человека допустим патент в процессе регистрации данный товар будет запатентован вам просто-напросто осталось там по три месяца полу максимум полгода для того чтобы быстро распадать товар и не потерять деньги вот это вот принцип по конкурентам то есть всего их набралось 59 тысяч естественно можно судить данную нишу допустим если у вас товар какой-то специфический тем чем точнее описан товар тем можно уточнить нишу конкурентов дальше вот идет список конкурентов как видите торговые знаки у них совсем другие вообще не относящиеся как и фильтр они могут работать по любыми торговым это все торговые знаки которые зарегистрированы из которыми вам принципе придется как минимум иметь дело или хотя бы иметь их виду вот это первое соль теперь мы смотрим просто-напросто не акватрон просто аква даже с аква вам могут подать претензии то есть допустим есть вот что-то похожее акватак у вас акватрон чем-то не похожи если он тоже с фильтра он имеет право подать оппозицию и вы с ним должны будете договаривать допустим у него фильтры для пылесосов каких-то таких у вас просто можете разделить договориться с ним о разделе фото вата либо попросите его разрешение если он уже зарегистрировал по крайней мере вы будете знать с кем эти дела с тем договариваться и не встретитесь с какими-то хайджекерами и так далее дальше вот список с вернее вот этот торговый знак который тоже торгует фильтрами фильтры из волокна фильтр из этого фига вот здесь его все вы заранее знаете кто это какая-то компания как с ней связаться и так далее сколько они времени работают на рынке с какого момента и когда он не получили регистрацию вот это вот список который связан с аква да спускаемся ниже то есть это я это четкий пример поиск практически на данный момент то что я хотел рассказать о поиске торговых знаков я рассказал теперь я хотел бы показать вам что дает также этот поиск он дает вам возможность в принципе оценить стоит ли вам регистрировать торговый знак или если если у вас уже есть зарегистрированный конкурент зарегистрирован торговым знаком значит вам нужно срочно делать ребрендинг переходить по другой бренд и задуматься о том чтобы регистрировать торговый знак свой также определяется количество количество классов так называемых как я объяснял товар ниш повод в одном классе может быть десятки вот примеру для девятого класса который связан с компьютерами аксессуары туда входят наушники клавиатуры мыши жойстики и тогда все это входит в один девятый класс то есть при регистрации вам нужно будет платить только за один класс если допустим вам нужны ваш товар и количество товаров с которыми вы будете работать под торговым знаком попадает два класса ваша цена за регистрацию торгового знака увеличивает каждый раз два класса двойная три класса тройная то есть в результате данного поиска можно оценить затраты на регистрацию торгового знака что касается патент вот у нас был четкий владелец торговый знак мы можно провести по нему поиск и определить хорошо у него есть торговый знак если у него патент потому что если у него есть только торговый знак вы можете сделать ребрендинг и торговать под другим брендом, без проблем. Если у него есть патент, вам никакой ребрендинг не поможет. Он вас заблокирует по патенту. В чем плюс делать поиск не только торгового знака, а поиск и по патентам, что вы увидите, стоит ли вам делать ребрендинг или не стоит. А также, когда вы получаете патенты, сейчас вам покажу список сразу патентов по данной фирме. Вот она, фирма Aqua Fox. Данная из Германии. Она не просто фирма Aqua Fox, какое-то общество с ограниченной ответственностью. В первой регистрации там было общество с ограниченной ответственностью. При поиске патентов, мне удалось найти около 30 патентов. И некоторые патенты были зарегистрированы на холдинг. То есть, это просто фирма с общества с ограниченной ответственностью. Это целый холдинг. С очень серьезным подходом, у которого 30 зарегистрированных патентов, которые практически заблокировали весь рынок. То есть, они в этой нише невозможно торговать. Влезть на нее практически невозможно. И регистрировать там патент нельзя. Даже если вы попробуете, вы покачите суммы в десятки, порядок сумм будет в 20-40 тысяч, 50 тысяч долларов. И вы, скорее всего, проиграете у данного холдинга, потому что у него более лучшие юристы корпоративные. И вас просто запускают по судам. А вы не сможете постоянно платить такие дорогостоящие процедуры. Теперь мы берем простой пример патента. Вот у них есть патент. Здесь по рисунку мы можем определить, что это какой-то фильтр. Вы можете его сравнить с вашим и понять, что в принципе вам пора срочно распродавать товар, и больше этого товара не торговать. Также в патенте идет очень четкое техническое описание характеристик данного товара. Вот, допустим, есть ультрасоник соус. В принципе, из описания патента можно очень хорошо подобрать ключевые слова для листинга, исправить. Также можно подумать о том, какие товары можно еще заказать, с какими дополнительными свойствами. у китайцев, я имею в виду, я в производстве. В принципе, вот это вот список патентов. Их тут около 30. Как же можно посмотреть по патентам. Вот здесь вот, смотрите. Данная фирма, данный холдинг. Изначально Германия. То есть они подали патент Германии. В 2003 году. Потом они, потом, это, у них, это, чуть-чуть неправильный пример, но, в принципе, у них есть и патенты в США. То есть они начали в Германии, потом начали позывать в США. Перешли. В общем, вот это вот все вкратце. Еще раз говорю, что патент является самой сильной защитой. Действия защиты патента 20 лет. Действия защиты торгового знака 10 лет, но может обновляться каждые 10 лет до бесконечности. И в конце давайте вернемся к торговым знакам, просто к ихней классификации. Наверное, всем интересно, как же выбрать себе торговый знак, как его придумать, если быть точнее. Само патентное явление в СПТО предлагает вот такую вот, как бы, классификацию, простые, дженерик. Это самая слабая защита. То есть это, скажем так, что-то описательное. К примеру, у вас товар фильтр, а вы ставите название фильтрацион. Что такое, знаете, похожее, но типа описательное. Это самая слабая защита. Скорее всего, очень будут большие проблемы с регистрацией. Там есть какие-то описательные названия, бренды. К примеру, для оливкового масла выбираете оливковое дерево, да, в логотипе. Или просто дерево. И как бы намекаете, что вы продаете оливковое масло. То есть это описательное, описательный логотип. Точно так же с словом. Более высокий уровень, скажем так, сугестивные слова. Это слова, которые, в принципе, не связаны с вашим товаром. Но как ассоциация они напоминают. К примеру, пиво. Обычное пиво. Наверное, многие знают бренд Козел. Чешский бренд Козел. Как бы Козел никак не связан с пивом. Но в Польше есть этот регион страны, который называется Великолеповецкий поле. Отсюда они подбирали данный торговый знак. Что касается самой высокой, скажем так, защиты для торгового знака. Это фантастические слова. Выдуманное, я бы сказал. К примеру, никто никогда не знал, что лего это лего. Сначала это было выдуманное слово. Или аббревиатура. Потом все поняли, что это лего. Когда его начали продавать, раскрутили бренд. Лего стало лего. Все это ассоциируют как лего. Хотя есть подобные же структуры, которые не являются лего. Вот при подборе брендов нужно стараться выбирать какое-то фантастическое слово. Или аббревиатуру, которая, как бы, скажем так, подразумевает ваш товар. Или напоминает. Очень ярый пример шоколадки Аленушка. В общем, вкратце все, что я хотел сказать. Денис. Все ясно. Загрузил ты жестко, Юна. Видео особо там ничего не показывалось. То есть, было больше не теоретически. В начальном этапе было, в принципе, все, думаю, понятно. Пасмышло. Денис, я хочу еще раз сказать, что тот, кто владеет информацией, тот вооружен. А, понятно. Мы предлагаем услугу, информацию, поиск по торговому знаку и по патентам. Мы предлагаем просто информацию, чтобы вы владели ситуацией на рынке. Двух слова. Ну, я и говорю, смысл такой, что, как бы, хотел именно уточнить то, что мы сейчас, на данный момент, в первую очередь, делали упор на... Да что ж такое, е-мое. Опять у меня, короче, слетела эта херня. Не понимаю, в чем проблема. Короче, программа начала мандить. Не знаю, в чем проблема ее. Раньше такого вообще не было, что в последнее время все чаще и чаще. Мы сейчас не в эфире, да? Сейчас в эфире все. Сейчас я верну. Непонятная история. Извиняемся. Вот, я так смотрю. Но там 59 минут достаточно. Так, звук есть, все есть. Перепрыгнули сюда. Сейчас народ чуть подождем. Не знаю, в чем проблема. Ну, бывает такое. С программами, с этими. Не знаю. Смысл я тебе хотел сказать о том, что просто... достаточно сложно, в том плане, что мы как бы планировали этот лайф именно больше по проверке патента. А ты больше рассказывал именно упор сделан на регистрации патента и торговой марки. По поводу хотел уточнить как раз именно проверки и... Ну, то есть в упрощенной форме, потому что на самом деле регистрация и проверка две большие разницы. И по цене, по времени, по трудозатратам и по результатам. На данный момент, в основной массе людей при запуске товаров, как и мне в том числе, интересна именно проверка патента. То есть проверка патента заключается в том, что, когда я запускаюсь, я хотел бы понять алгоритм действия. То есть я понимаю сейчас механику выбора товара, я понимаю, как его привезти, закупить, по каким критериям. Но я не понимаю, в принципе, могу ли я торговать этим товаром. То для меня это очень важно. Я хотел бы, чтобы ты именно упор сделал и дообъяснил, что мне объяснял. Связано с тем, что при проверке патента, например, это действует проверка на момент проверки. То, что она, каким образом она, ну, какая вероятность, на сколько процентов, так скажем, точности она дает. Вот, именно, что человек, когда выбирает любой товар, получает какие гарантии. Именно, что ты скользко пробежался по поводу того, что в другом каком-то штате, потом на федеральный уровень. Именно в простой форме. То есть я хочу торговать, я не знаю, какими-то компрессионными носками с какой-то определенной фишкой. Я вижу такого конкурента всего одного, например. То есть компрессионных носков много, но вот таких конкретных там, каких-то укороченных, с обрезанной пяткой там какой-нибудь там. Я на днях видел там какая-то усилитель какой-то еще стоит там отдельный, который натягивает именно на галик. Вот, и я не знаю, запатентован это или нет. И мне хотелось бы просто обратиться куда-то и уточнить, чтобы я, не дай бог, не привез 500 штук, там, 1000 штук, и мне там сразу обрубили все концы. Потому что у меня есть история, много, огромное количество людей связано с ними с такими проблемами. То есть человек привез, у меня даже есть товарищ, который, точнее, знакомый, который привез там, я не знаю, абсолютно обычные товары. И, как правило, эти люди, первая поставка, все проходит отлично. Так что привозят небольшое количество, 200-300 там штук, ну максимум 500. И они улетают, особенно это вот обжор какой-нибудь там, Новый год и так далее. А потом он привозит 2000 штук, и его сразу банят. И таких я просто десятки. И на данный момент мы эти товары пытаемся каким-то образом там через третий аккаунт перепродать, через ИБ перепродать, вернуть к себе на родину продать. Каким-то, то есть, вот такими кривыми методами пытаемся их сливать. Вот. А хотел запрос не совершать этих ошибок. Так что вот хотел бы, чтобы ты вот это уточнил, и насколько это, потому что это будет, во-первых, сколько эта услуга стоит будет. Услуга эта будет стоить 100 долларов, а проверка патента 160 долларов, точнее, 100 долларов это отдельно проверка или патента, или торговой марки. А если за 160, то проверка и того, и другого одновременно. В нашей группе будет скидка 10 долларов на каждый из этих пакетов, то есть, получается 150 и 90. Вот. То есть, просто скажете там, обратитесь напрямую ко мне или обратитесь напрямую к Александру, то есть, никаких проблем нет. Вот. Контакты я дам, то есть, кому как удобно. Соответственно, какая вероятность и гарантия, что насколько мы точно, насколько мы вот... То есть, вот туда углубись, пожалуйста, поясни людям, как это будет происходить, и какие гарантии люди получают за эти 100 долларов, грубо говоря. Хорошо, смотрите. Чем больше информации предоставляется, тем более точный поиск можно сделать. К примеру, если вы предоставляете ваш торговый знак, под которым вы торгуете, также ваш товар, парочку ваших конкурентов с Амазона, именно топовых конкурентов, с которыми вы конкурируете. По этим данным, можно проверить торговые знаки, с которыми они работают, также и в товарах. То есть, можно определить, стоит ли вам работать под этим брендом или не стоит. Дальше, что касается перехода поиска на патент. Патенты, скажем так, чем бы точнее у вас информация, к примеру, о каком-то устройстве или о вашем товаре. То есть, нужно понимать, что патент – это не техническое устройство. Вот отсюда вам нужно отталкиваться. Чем точнее у вас информация, допустим, тот же самый фильтр для пылесоса с серебряными нитками, вы торгуете. Вот, если у вас есть такая информация, тем точнее будет результат поиска. Результат поиска не абсолютный. То есть, нельзя сказать с стопроцентной гарантией, что не всплывет какой-то другой подобный патент. Допустим, через 2-3 месяца. То есть, результат поиска, в принципе, действителен на тот момент, когда он попроизводится. Как я и объяснял, что через какое-то время может появиться конкурент с заранее поданной заявкой. Вот.